Беседа, когда я в тропе и найденный мне церкви, был схвачен. Приятен луг, приятен сад, Многораздо приятнее чтение божественных писаний. Там увядающие цветы, а здесь цветущие мысли. Там дыхание зефира, а здесь веяние духа. Там служит ограду и терновник, а здесь охраняет промысл божий. Там пение кузнечиков, а здесь речи пророков. Там удовольствие от зрения, а здесь польза от чтения. Сад в одном каком-либо месте, а писание по всей вселенной. Сад подчинен переменам времен года, а писание зимой и летом украшены листьями, обременены плодами. Будем же прилежны в чтении писаний. Если ты внимаешь писание, то оно удаляет от тебя уныние, доставляет удовольствие, истребляет злобу, укореняет добродетель, не допускает бедствовать в вихре забот, подобно обуреваемым волнами. Море бушует, а ты плывешь в тишине. У тебя корм, чем чтение писания. А этого каната не расторгает искушение обстоятельств. И самые дела свидетельствуют, что я не лгу. На этих днях церковь была осаждена. Приступила войско и метала огонь из глаз, но маслины не иссушила. Мечи были обнажены, но ран никто не получил. Царские двери были теснимы, но церковь осталась в безопасности, хотя здесь и разразилась война. Здесь искали убежавшего, но мы предстояли, не страшась их ярости. Почему? Мы имели верный залог в словах «Ты, Петр, и на всем камне сожидут церковь мою, и в роста ада не одолеет ее». Церковь я называю не только место, но и нравы, не стены церкви, но и законы церкви. Когда ты ищешь убежище в церкви, то ищи его не в стенах, но в расположении души, потому что церковь не стена и кровля, но вера и жизнь. Не говори, что предан церковью тот, что предан. Не церковь оставила его, но он сам оставил церковь. Не в церкви он был предан, но вне ее. Зачем он оставил церковь? Ты хотел спастись? Тогда ты должен был держаться жертвенника. Не стены здесь заставляют безопасность, но промысл Божий. Ты был грешником? Бог не отвергает тебя. Он и пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию. Блудница спаслась, когда коснулась ног его. Вы слышали, читанное сегодня? Это я говорю для того, чтобы ты никогда не сомневался прибегать под кров в церкви. Прибывай в церкви и не будешь предан церковью. Если же ты убежишь из церкви, то церковь не виновна. Если бы ты был в ней, волк не вошел бы, а если выйдешь из нее, то будешь схвачен с дверью. И это не от ограды, но от твоего малодушия. Ничего нет равного церкви. Не говорим ни о стенах и оружии. Стены от времени ветшают, а церковь никогда не стареется. Стены разрушаются варварами, а церкви не побеждают и бесы. А что эти слова не хвастовство, о том свидетельству и дела. Сколько было нападавших на церковь, и нападавшие сами погибли, а она взошла выше небес. Таково величие церкви. Когда нападает на нее, она побеждает. Когда злоумышляет против нее, она преодолевает. Притесняемая она прославляется, получает раны и не изнемогает. Среди ярости волн не утопает. В порывах бури не терпит кораблекрушение. В борьбе неодолимо, в сражении непобедимо. Разразилась эта война, и церковь увенчана новою славою. Вы присутствовали в тот день и видели, сколько поднималось оружие. Ярость войска была сильнее огня. И мы спешили в царский дворец. И что же? По благодати Божией ничто не смутило нас. Это говорю я для того, чтобы и вы подражали. Почему же мы не смутились? Потому что не боимся никаких настоящих бедствий. И что составляет бедствие? Смерть? Она не бедствие, потому что через нее мы скорее достигнем безмятежной пристани. Или лишение имущества. Но наг я вышел из черева матери, наг и возвращусь. Или изгнание, но Господня земля и все, что наполняет ее. Или клеветы. Но радуйтесь и веселитесь, когда будут поносить вас и неправедно злословить. Его велика ваша награда на небесах. Я видел мечи и думал о небе. Ожидал смерти, помышлял о воскресении. Видел земные страдания и исчислял небесные награды. Смотрел на козни и представлял себе небесный венец. Самая цель борьбы ободряла меня и утешала. Я был в опасности, но это не причинило мне вреда, потому что одно только вредно – грех. Хотя бы вся вселенная старалась вредить тебе, но если ты сам себе не будешь вредить, то не потерпишь вреда. Предательство – только одно от совести. Не предавай своей совести, и никто не предаст тебя. Я был в опасности, но зато видел дела, или лучше видел, что мои слова сделали с делами, что моя беседа, произнесенная словами, была на площади, проповеданной делами. Какая беседа? Та, которую повторял я всегда. Подул ветер и сорвал листья, иссохла трава и цвет опал. Прошла ночь и явился день. Удалилась тень и явилась истина. Взошли до небес и не спали в долину. Волны, поднимавшиеся высоко, усмиренные человеческими делами. Каким образом? В этом событии дан был нам урок. И я говорил самому себе, уже ли не вразумятся потомки? Уже ли еще не прошло двух дней, искусившиеся преданно забрению? Но еще живы эти воспоминания. Опять скажу, опять буду говорить. Какая от того польза? Конечно, есть польза. Если услышат не все, то услышат половина. Если не услышат половина, то третья часть. Если не третья, то четвертая. Но если не четвертая, то десятая часть. Если не десять, то пять. Или не пять, то один. Хотя бы даже не один. Я имею готовую награду. И сохла трава, и свет ее опал. Но слово Господне пребывает вовек. 411. Видите ли, ничтожество дел человеческих? Видите ли, непрочность власти? Видите ли, что богатство, которое я всегда называл беглым рабом, есть не только беглый раб, но и человека-убийца? Оно не только оставляет тех, которые имеют его, но и убивает их. Когда привязывается к нему, тогда особенно оно и предает. Для чего ты заботишься о богатстве, которое сегодня у тебя, а завтра у другого? Для чего заботишься о богатстве, которое никогда нельзя удержать? Хочешь ли сберечь его, хочешь ли удержать его? Не зарывай его, но отдай его в руки бедных. Богатство, как дикий зверь, если удерживает его, оно убегает. Если расточает, остается. Расточил, говорит, богатство, раздал нищим, правда его пребывает вовек. Солом 111.9 Расточай, чтобы оно оставалось, не зарывай, чтобы не убегало. Где ваше богатство? Охотно спросил бы я тех, которые ушли. Это, говорю я, не обижая, да не будет, и не расстравляя ран, но обращая кораблекрушение других в пристань для нас. Когда явились воины, бреснули мечи, когда город был объят пламенем возмущения, когда диадема не имела силы, когда порфира была оскорбляема, когда все было в неистовстве, тогда где было богатство? Где серебряные сосуды? Где серебряные ложи? Где слуги? Все они убежали. Где евнухи? Все они обратились в бегство. Где друзья? Они сняли маски. Где дома? Они заперты. Где деньги? Владелец их убежал. А самые деньги где? Они зарыты. Где же спрятано все это? Но не стал ли я тяжелым, не стал ли несносным, постоянно повторяя, что богатство предает тех, которые худо пользуются им. Пришло время, которое показало истину этих слов. Для чего ты удерживаешь богатство, которое во время искушения не приносит тебе никакой пользы? Если оно имеет силу, то пусть поможет тебе, когда ты спадешь в нужду. Если же тогда оно убегает, то какая тебе от него польза? Самые дела показывает это. Какая от него польза? Острые мечи, грозящая смерть, неистовое войско, ожидание такой грозы, а богатства нигде нет. Куда ушел этот беглый раб? Сам он приготовил тебе все это и во время нужды убегает. Многие осуждают меня, постоянно повторяя, что я нападаю на богатых, как и они всегда нападают на бедных. Я нападаю на богатых, но не вообще на богатых, а на тех, которые худо пользуются богатством. Я всегда говорю, что обвиняю не богача, но грабителя. Иное дело богаче, иное грабитель. Иное достаточный, иное корыстолюбивый. Различай предметы и не смешивай того, чего не должно смешивать. Ты богат? Я не препятствую. Ты грабитель? Я осуждаю. Ты владеешь своим? Пользуйся им. Ты похищаешь чужое? Я не молчу. Хочешь побить меня камнями? Я готов пролить свою кровь, только бы остановить твой грех. Я не забочусь о ненависти, не забочусь о вражде. Об одном только забочусь. О преуспеянии слушателей. И богатые мои дети, и бедные мои дети. Одна и та же утроба произвела тех и других. При одних болезнях рождения родились те и другие. Поэтому, когда ты притесняешь бедного, я обвиняю тебя. Притом, ты не столько вредишь бедному, сколько самому себе, потому что бедный не получает никакого важного ущерба. Он терпит только денежный убыток, а ты терпишь вред в душе. Кто хочет, пусть поражает меня. Кто хочет, пусть побивает меня камнями. Кто хочет, пусть ненавидит меня. Злоумышления служат для меня залогом венцов. И по числу ран я ожидаю наград. Так, я не боюсь злоумышлений. Одного только боюсь. Греха. Только бы во грехе не улетел меня кто-нибудь, и тогда пусть враждует против меня вся вселенная. Эта вражда делает меня более славным. Этому и вас хочу я научить. Не страшитесь злоумышления человека сильного, но страшитесь силы греха. Человек не причинит тебе вреда, если ты не поразишь сам себя. Если у тебя нет греха, то пусть угрожает тысяча мечей, Бог спасет тебя. Если же у тебя есть грех, то хотя бы ты был в раю, будешь низвержен. В раю был Адам и пал, на гноище был Иов и увенчан. Какую пользу принес тому рай, и какой вред причинило этому гноище? Против того никто не злоумышлял, и он пал. А против этого дьявол, и он увенчан. Не отнял ли у него дьявол имущество, но не отнял благочестие. Не лишил ли его детей, но не поколебал веры. Не растерзал ли его тело, но не нашел сокровища. Не вооружил ли его жену, но не отверг воина. Не пускал ли в него стрелы и копья, но он не получил ран. Придвинул орудие, но не поколебал башни. Навел волны, но не потопил корабля. Соблюдайте же этот закон, увещеваю вас, и ног ваших касаюсь, если не рукою, то мыслью, и проливаю слезы. Соблюдайте этот закон, и никто не причинит вам вреда. Никогда не ублажайте богатого, никогда не считайте несчастным никого, кроме находящегося во грехе. Ублажайте того, кто в праведности. Несвойство вещей, но душевное расположение людей делает и тем, и другим. Никогда не бойся мечей, если совесть не будет обвинять тебя. Никогда не бойся в борьбе, если чиста будет твоя совесть. Где отшедшие, скажи мне, не все ли преклонялись пред ними, не все ли имеющие власть более других трепетали перед ними, не им ли угождали. Но пришел грех, и все не спровергнуто. Низкопоклонники сделали судьями, льстецы палачами. Целовавшие руки сами влекли его и в тропе из церкви. Кто вчера целовал руку, тот сегодня враг. Почему? Потому что и вчера неискренно любил. Пришло время, и обнажились маски. Не ты ли вчера целовал его руки, называл и спасителем, и покровителем, и благодетелем? Не ты ли придумал тысячи похвал? Зачем же сегодня обвиняешь? Вчера хвалитель, а сегодня обвинитель. Вчера похвалы, а сегодня составляешь обвинение. Что за перемена? Что за превращение? Но я не таков. Я стал защитником того, кто злоумышлял против меня. Я потерпел множество бедствий и не мстил, потому что я подражаю Господу моему, который на кресте сказал, «Прости им, ибо не знают, что творят». Это я говорю для того, чтобы вы не заразились подозрительностью злых людей. Сколько было перемен с того времени, как я сделался предстоятелем в этом городе, и никто не справляется. Говоря «никто», я не всех осуждаю, да не будет. Не может быть, конечно, чтобы эта тучная нива, приняв семена, не произвела плода. Но я не насытен. Я хочу, чтобы спаслись не немногие, но все. Если даже один остается погибающим, и я погибаю, и не колеблюсь подражать тому пастырю, который имел 99 овец и пошел за одной из заблудившейся. Да коли деньги? Да коли серебро? Да коли золото? Да коли возлияние вина? Да коли ласкательство слух? Да коли увенчанные чаши? Да коли пиршества сатанинские, служение воле дьявола? Разве ты не знаешь, что настоящая жизнь есть путешествие? Разве ты гражданин? Ты путник. Понял ли ты, что я сказал? Ты не гражданин, а путник и странник. Не говорите, у меня такой-то город, а у меня такой-то. Ни у кого нет города. Город – горе. А настоящая есть путь. И мы путешествуем каждый день, пока движется природа. А есть ли такой, кто на пути откладывал бы деньги? Есть ли такой, кто на пути зарывал бы золото? Когда ты войдешь в гостиницу, то скажи мне, украшаешь ли эту гостиницу? Нет, но ешь и пьешь и спешишь выйти. Настоящая жизнь и есть гостиница. Мы пришли и проводим здесь настоящую жизнь. Постараемся же выйти с доброю надеждою. Ничего не будем оставлять здесь, чтобы не погубить там. Когда ты войдешь в гостиницу, то что говоришь, слуги? Смотри, куда кладешь вещи, не оставь чего-нибудь здесь, чтобы не пропало что-нибудь, ни одна мелочь, ни один пустяк, чтобы все принести нам домой. Так и мы в настоящей жизни будем смотреть на жизнь, как на гостиницу. И ничего не будем оставлять здесь, в гостинице. Но все понесем в отечество. Ты путник и странник. Или лучше, ты меньше и путника. Как это? Сейчас объясню. Путник знает, когда он входит в гостиницу и когда выходит, потому что он властен и выйти, и войти. А я, входя в гостиницу, то есть в настоящую жизнь, не знаю, когда выйду. Иногда я приготовляю пропитание на долгое время, а Господь внезапно взывает ко мне безумный. Кому достанется все, что ты приготовил? Всю ночь душу твою возьмут у тебя. Неизвестен выход, непрочность и жание, тысячи стремнин со всех сторон волны. Зачем же ты увлекаешься этим призраком до безумия? Зачем, оставив истину, прибегаешь к теням? Это я говорю и не перестану говорить, возбуждая постоянную печаль и успокаивая раны и не для падших, но для устоявших. Те отошли и получили конец, а устоявшие сделали через их несчастье более безопасными. Что же скажешь нам делать? Одно делай, возненави деньги и люби свою жизнь, отвергни имущество, не говорю все, но отдели излишнее, не желая чужого, не обирай вдовицы, не похищая сироты, не овладевая их домом. Я говорю не о лицах, но о делах. Если же кого укоряет совесть, то он сам виноват, а не мое слово. Зачем похищаешь там, где зависть? Похищай там, где венец, похищай не землю, а небо, ибо царство небесное берется усилием. Зачем похищаешь у бедного, который жалуется? Похищай у Христа, который хвалит. Видишь ли безумие и неистовство? Ты похищаешь у бедного, который имеет немногое. Христос говорит, у меня похищай и я буду благодарить тебя за похищение. Царство мое похищай и бери силою. Если бы ты захотел похитить царство земное, или лучше если бы захотел даже подумать о том, ты был бы наказан, а царство небесное если не похитишь, тогда будешь наказан. Где житейская, там зависть, а где духовная, там любовь. Об этом размышляй каждый день, чтобы опять увидев кого-нибудь несущимся на колеснице, одетым в шелковую одежду, надмивающимся, ты не смутился и не встревожился. Не хвали богатого, но только того, кто живет правильно. Не охуждай бедного, но научись иметь о вещах правильное и необманчивое суждение. Не удаляйся от церкви, потому что нет ничего сильнее церкви. Твоя надежда церковь, твое спасение церковь, твое убежище, церковь. Она выше неба и обширнее земли. Она никогда не стареет, но всегда цветет. Поэтому Писание выражает твердость ее и непоколебимость называет ее горою. За ее непорочность называет ее девою. За великолепие называет ее царицею. За родство с богом называет ее черью. За многочадие называет ее бывшую бесплодную, рождающую семерых. Множество названий, чтобы родство. Как Господь ее имеет много имен и отцом называется, и путем называется, и жизнью называется, светом, мышцей, и ощущением, основанием, и дверью, безгрешным называется, и сокровищем, и Господом, и Богом, и Сыном, и инородным, и изображением Божиим, и образом Божиим называется. Разве достаточно одного имени для выражения всего? Нет. Но для того множество имен, чтобы мы знали о Боге, хотя немногое, так и церковь называется многими именами. Она называется Девою, хотя прежде была блудницей, потому что это и есть чудное дело жениха, что он, взяв блудницу, и сделал Девою. Необыкновенные и дивные дела. Брак у нас разрушает девство, брак у Бога восстанавливает девство. У нас бывшая дева вступив в брак уже не дева. У Христа бывшая блудница вступив в брак делается девою. 413. Пусть это одно объяснит иеретик, исследующий горнее рождение и говорящий, как родил отец. Скажи ему, как церковь бывшая блудницей сделалась девою, и как родившая осталась девою. Ибо я ревную о вас ревностью Божией, говорит Павел, потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистою девою. 2 Коринфянам 11.2 О, мудрость и разумение, ревную о вас ревностью Божию. Что это значит? Ревную, говорит он. Ревнуешь ты духовный, ревную, говорит, как Бог. И Бог ревнует? Да, ревнует не страстью, но любовью и желанием. Ревную о вас ревностью Божией. Сказать ли тебе, как Бог ревнует? Видел он, что земля развращается бесами и отдал сына своего. Конечно, слова употребляемого в отношении к Богу имеют не то же самое значение. Например, ревнует Бог, гневается Бог, раскаивается Бог, ненавидит Бог. Это слова человеческие. Но смысл их должен быть Бога приличный. Ревнует ли Бог? Ревнуя вас ревностью Божией. Гневается ли Бог? Господи, не яростью Твоей наказывай меня. Даже не спит ли Бог? Стань, что спишь, Господи? Раскаивается ли Бог? И раскаялся, что сотворил человека. Ненавидит ли Бог? Праздники ваши новомесячные ненавидит душа моя. Но ты не обращай внимания на простоту выражений, а пойми Бога приличный смысл их. Ревнует Бог, потому что любит. Гневается Бог не страстью, но возмездием и наказанием. Спит Бог, но не сном, а долготерпением. Принимай выражения с разбором. Так и тогда, когда слышишь, что Бог рождает, разумение отсечения, а единосущие. Подлинно много выражений Бог заимствовал от нас и мы от Него, чтобы это послужило к нашей чести. Понял ли ты, что я сказал? Слушай со вниманием, возлюбленный. Есть имена божеские и имена человеческие. Взял Он от меня и сам дал мне. Дал мне свои, говорит Он, и возьми мои. Дай. В моих ты имеешь нужду, не я нуждаюсь, но ты, так как моя сущность нетленна, а ты человек, облеченный плотью, но ты ищешь выражения плотских, чтобы ты, облеченный плотью, мог через известные тебе слова уразуметь превышающие тебя понятия. Какие же имена Он взял от меня и какие дал мне? Сам Он Бог и меня назвал Богом. Там таково и сестство предмета, а здесь почетное имя. Я сказал «Все вы Боги и Сыны Всевышнего все вы». Здесь слова, а там действительное естество. Он назвал меня Богом, потому что я удостоен чести. Сам Он назвался человеком и сыном человеческим, назвался путем и дверью, назвался камнем. Эти имена Он взял от меня, а те от себя дал мне. Для чего Он назвался путем? Для того, чтобы ты узнал, что через Него мы восходим к Отцу. Для чего назвался камнем? Чтобы ты познал истинность и непоколебимость веры. Для чего назвался основанием? Чтобы ты знал, что Он носит все. Для чего назвался корнем? Чтобы ты знал, что на нем мы произрастаем. Почему назвался пастырем? Потому что Он спасет нас. А почему назвался овцою? Потому что за нас Он принес себя в жертву и сделался очищением. Сделался жизнью. Воскресил нас бывших мертвыми. Назвался светом, чтобы избавить нас от тьмы. Мышцею, потому что Он ей насущен Отцу. Словом, потому что Он родился от Отца. Как мое Слово происходит из моей души, так и Сын родился от Отца. Одеянием, потому что я облегся в Него крестившись. Трапезой, потому что я вкушаю Его, причащаясь с Таин. Домом, потому что я живу в Нем. Почему назывался обитателем? Потому что мы делаемся храмом Его. Главою, так как я стал членом Его. Женихом, потому что Он избрал меня себе в невесту. Почему назывался непорочным? Потому что принял Меня Деву. Почему назывался владыкой? Потому что я раба Его. 417. Смотри, как церковь, как я говорил, называется иногда невестой, иногда чьей, иногда девою, иногда рабою, царицей, неплодной, горою, раем, многоплодной, лилией, источником и всякими именами. Только слыша это не представляй, увещевая тебя, чего-нибудь чувственного, но возвысь свой ум, помни, что это не может быть чувственным. Например, гора не то же, что дева, дева не невеста, царица не то же, что раба, а церковь все это. Почему? Потому что это не в теле, а в душе. В теле это не поместилось бы, а в душе находится великое море. Стала царица одесную тебя. Царица угнетенная, бедная, как стала царицею? И куда она взошла? Высоко предстала эта царица. Каким образом? Потому что царь сделался рабом, он не был таким, а потом сделался. Помни же свойства божества и помышляй о делах его домостроительства. Помни, кем он был и кем сделался для тебя. И не смешивай предметов и дела человеколюбия не обращай в повод к богохульству. Он был высок, а она унижена. Высок не по месту, а по природе. Он есть существо нетленное, неизменяемое, бессмертное, непостигаемое умом. Невидимое, необъятное, всегда пребывающее таким, каковое есть. Превосходящее ангелов, высшее горних сил, побеждающее разум, превышающее ум, такое, которого невозможно видеть, а в которое можно только веровать. Ангелы видят его и трепещут. С юрелими перед ним закрываются крыльями, все в страхе. Он взирает на землю, и она колеблется, угрожает морю, и оно иссыхает. Он произвел реки из пустыни, поставил горы, меры и холмы весом. Как мне выразить, как представить, величие его не имеет пределов, премудрость его не имеет числа. Как неисследимы пути его, и как неиспытаны суды его, столь велик и столь высок он, если только можно безопасности сказать и это, столь велик и столь высок. На что мне делать? Я человек и выражаюсь по-человечески, я владею бренным языком и спрашиваю прощения у Господа. Конечно, не по гордости я употребляю такие выражения, но по скудной немощи по свойству нашего языка. Помилуй, Господи, не по гордости употребляю я такие выражения, но потому что не имею других. Впрочем, я не останавливаюсь на скудости выражений, но возношусь выше, на крыльях ума. Столь велик и столь высок, это я говорю для того, чтобы ты, не останавливаясь на выражениях и на скудости слов. Научился и сам делать то же. И зачем тебе удивляться, что я так делаю, когда и он сам так поступает, желая представить что-нибудь превышающее человеческие свойства? Так как он беседует с людьми, то употребляет и образы человеческие, они хотя недостаточны для выражения предмета речи, и не могут представить его во всей мере, но достаточны для немощи слушателей. Усиль свое внимание, не тяготись длиннотой речи. Когда он является, то является не тем, что он есть, является не открытая сущность его, никто не видел Бога так, как он есть, потому что когда он является снисхождением, то трепещут херубимы, снисходят и дымятся горы, снисходит и иссыхает море, снисходит и колебится небо, а если бы он явился без снисхождение, то кто перенес бы это? Он не является тем, что он есть, а тем, что может видеть взирающий. Почему иногда является ветхим, иногда новым, иногда в огне, в ветре, в воде, в оружии, не изменяя своей сущности, а переменяя вид, применительный к разным обстоятельствам? Так точно и тогда, когда хочет сказать что-нибудь о себе, он употребляет человеческие образы. Например, Господь зашел на гору и преобразился пред ними, и просветилось лицо его, как солнце, и одежда его сделалась белыми, как снег. Он открыл, говорится в Писании, немного божества, показал ученикам обитающего в нем Бога, и преобразился пред ними. «Вникнете тщательно в эти слова и преобразился пред ними». Говорится, и заблестала одежда его, как свет, а лицо его, как солнце. Я сказал, он столь велик и столь высок, и прибавил «Помилуй меня, Господи!» Впрочем, я не настаиваю на этом выражении, но недоумеваю и не знаю другого соответственного выражения. И теперь хочу внушить тебе, что я научился этому от Писания. Евангелист хотел показать блеск его и сказал «Просветитесь!» Скажи мне, как он просветился? Очень светло! Как именно? Как солнце! Ты говоришь, как солнце? Да. Почему же? Потому что я не знаю другого, более блестящего светила. И был он как снег. Почему же как снег? Потому что я не знаю другого, более белого вещества. Но чтобы он не так только блистал, это видно из дальнейшего. И пали низ ученики. Если бы он блистал как солнце, то ученики не пали бы. Если на солнце они смотрели ежедневно и однако же не падали, ясно, что он блистал светлее солнца и снега. И ученики, не перенесшие этого блеска упали. 419. Почему же, скажи мне, евангелист? Он просиял светлее солнца. А ты говоришь, как солнце? Да. Желая сделать для тебя известным этот свет, я не знаю другого большего света, не знаю другого образа, господствующего между светилами. Так я сказал, но чтобы ты не останавливался на скудости выражения, я указал тебе на падение учеников. Они пали на землю, будучи поражены изумлением. Встаньте, сказал Господь, и поднял их. И они были удручены. Они не перенесли чрезмерного блеска, не отяжелели, отяжелели глаза их. Настолько явившийся свет был больше солнечного. А евангелист сказал, что как солнце. Потому что это светило, будучи знакомым, нам, превосходит все прочие светило. Или, как я сказал, столь великий и столь высокий, оказал благоволение к блуднице. Бог оказал благоволение к блуднице? Да, к блуднице, то есть к нашему естеству. К блуднице благоволит Бог, и человек, если стремится к блуднице, осуждается. А Бог оказал благоволение к блуднице? Точно так. Человек стремится к блуднице для того, чтобы сделаться блудником, а Бог оказывает благоволение к блуднице для того, чтобы блудницу сделать девою. Таким образом, пожелание человека служит в погибель той, к которой он стремится. Благоволение Божие служит во спасение той, к которой он благоволит. Столь великий и столь высокий благоволит к блуднице. Для чего? Для того, чтобы сделать женихом ее. Что же он делает? Он не посылает к ней никого из рабов, не посылает к блуднице ни ангела, ни архангела, ни Херувима, ни Серафима, но сам приходит со своей любовью. Опять слыша о любви, ты не разумей любви чувственной. С разбором извлекай мысли из выражений, как прекрасная пчела, которая садится на цветы, извлекает мед, а травы пролетает мимо. Он благоволил к блуднице и что делает? Не возводит ее к горе, потому что он не хотел возводить блудницу на небо, но сам не сходит. Так как она не могла взойти на небо, то он сам сошел на землю. Он приходит к блуднице и не стыдится. Входит в ее хижину, взирает на нее нетрезвую и как приходит? Неоткрытым существом своим, а становится тем, чем была и блудница. Не призрачна, а по естеству становится таким, чтобы она увидели его, не устрашилась, не удалилась и не убежала. Он приходит к блуднице и делается человеком. Как делается? Начинается в утробе, растет мало-помалу и проходит путь своего возрастания. Кто возрастает? Домостроительствующий, а не самое божество. Образ раба, а не лице Господа. Моя плоть, а не его сущность. Он возрастает мало-помалу и обращается между людьми. Он находит тух, который пришел, покрытый ранами, одичавший, обремененный бесами. И что делает? Подходит к ней, а она увидела и отбежала. Он призывает волхвов. Чего вы боитесь? Я не судья, но врач. Я не пришел судить мир, чтобы, но спасти. Вот сейчас он призывает волхвов. О, необычайные и дивные дела! Волхвы являются первенцами. Держащий вселенную полагается в яслях, и управляющий всем повивается пеленами. Устраяется храм и вселяется Бог. Приходят волхвы и тотчас поклоняются. Приходит мытарь и делается евангелистом. Приходит блудница и делается девою. Приходит хананиянка и принимается с человеколюбием. Любящему свойство не требовать отчета во грехах, но прощать беззаконие и прегрешение. Что же он делает? Принимает ее и обручает ее себе. И что дает ей? Залог обручения. Печать Духа Святого. Утверждающий же, говорит Павел, нас с вами во Христе, и помазавший нас, есть Бог, который запечатлел нас и дал залог Духа. 2 Коринфянам 1.22 Он дает ей Духа. Затем говорит, не в раю ли я насадил тебя? Она отвечает, да. Как же ты пала оттуда? Пришел дьявол и вывел меня из рая. Ты насаждена была в раю, а дьявол изгнал тебя оттуда. Вот я поселю тебя во мне и сам стану носить тебя. Каким образом? Дьявол не смеет приступить ко мне. Не на небо я возвожу тебя, но здесь больше неба. На самом владыке неба стану носить тебя. В самом пастырь носит, и волк уже не приступает. И лучше пусть он приступает. Господь носит наше естество, подходит дьявол и поражается. Я насадил тебя, говорит он, в себе самом. Поэтому он и сказал, я есть лоза в и ветви. Так он насадил ее в себе самом. Что же дали? Но я грешник, говорит человек, я нечист. Не беспокойся об этом, отвечает Господь. Я врач. Я знаю мой сосуд, знаю, как он испорчен. Прежде он был глиняным и испортился. Я исправляю его баней паки бытия и придаю его огню. Смотри же, Бог взял персть от земли и сотворил человека. Образовал его. Пришел дьявол и извратил его. Пришел сам Бог. Снова взял человека, восстановил его, обновил его в крещении и не оставил тело его глиняным, но сделал его горшечником. Он предал глину огню духа. Тот воскрестить будет духом святым и огнем. Крестит водою, чтобы обновить, а огнем, чтобы укрепить. Это именно из древле предсказывает пророк и говорит, как сосуды горшечника сокрушишь их. Не сказал просто, как сосуды глиняные, какими они бывают в употреблении, но сосуды горшечника. То есть, именно какими они бывают во время работы над ними, на станке горшечника. Разница в том, что в работе у горшечника они просто глиняные, а у нас сосуды горшечника. Итак, пророк употребляет выражение, как сосуды горшечника сокрушишь их, предусматривая обновление падшего человека через крещение. Он восстановляет, говорит и обновляет. Я схожу в воду крещения, и мой вид преобразуется. Огонь духа обновляет его, и он делается глиняный горшечным. Что же это не пустые слова? Послушай Иова. Избрение создал меня. А Павел уже и говорит, мы имеем сокровище, которое носим в глиняных сосудах. Но посмотри на твердость этого глиняного сосуда, который не огнем обожжен, а духом. Каков же этот скудельный сосуд? Пять раз били меня, давали по сорок ударов без одного. Трижды был я побиваем. Однажды побивали меня камнями, и глиняный сосуд не разбился. Ночий день во глубине пробыл, а скудельный сосуд не распался. Испытал кораблекрушение, а сокровище не погибло. Корабль был в воде, а груз плыл. Имеем сокровище. Какое сокровище? Наитие духа, оправдание, освящение, искупление. Какое, скажи мне, сокровище? Во имя Иисуса Христа встань и ходи. В ней исцеляет тебя Иисус Христос. Тебе, говорю, дух лукавый, выйди из нее. Иисус Христос 421. Видишь ли сокровище блистательнейших царских сокровищ? Может ли царский жемчуг сделать то, что совершали слова апостольские? Наложи тысячи диадем на мертвого, и он не встанет. А произнесено одно слово апостола, и оно восстановило мятежную природу, и возвратило ее в прежнее состояние. Имеем сокровище сие. О, сокровище, не только сохраняющееся, но и сохраняющее тот дом, в котором оно находится. Понял ли ты, что я сказал? Земные цари и начальники, имея сокровище, приготовляют великие домы, стены, запоры, двери, стражи, замки, чтобы сохранить сокровище. А Христос сделал иначе. Он положил свое сокровище не в каменный, а в глиняный сосуд. Если это сокровище велико, то почему слабый сосуд? Именно потому-то и слабый сосуд, что велико сокровище. Не сосуд хранит это сокровище, а оно хранит сосуд. Я полагаю, говорит он, сокровище, и кто может похитить его? Приходил дьявол, приходила вселенная, приходили тысячи, и не похитили сокровище. Сосуд был поражаем ударами, а сокровище не далось. Он был потопляем в море, а оно не потонуло. Он умер, а сокровище остается. Вот какое сокровище дал Бог блуднице в залог обручения. Где же хулящее достоинство Духа? Слушайте. Утверждающий нас с вами во Христе Иисусе Бог дал нам обручение Духа. Все вы знаете, что залог есть малая часть всего. А как? Послушай. Приходит кто-нибудь продать дом за большую цену и говорит, дай мне залог, чтобы мне быть уверенным. Приходит кто-нибудь взять жену, уславливается о приданном и других вещах и говорит, дай мне залог. Слышишь? И при продаже раба залог, и при всех договорах залог. Так и Христос, вступая с нами в завет, потому что Он хотел взять меня, как невесту, Назначает мне и приданное не деньгами, а кровью. Он назначает мне в приданное воздаяние благ, которых ока не видела, уха не слышала и на сердце человеку не приходило. Таким образом, Он назначил мне в приданное бессмертие, словословие с ангелами, избавление от смерти, свободу от греха, наследие царства, Как велико это богатство, оправдание, освящение, избавление от настоящего, получение будущего. Велико дано мне приданное. Слушай со вниманием. Посмотри, что Он делает. Он пришел взять блудницу, как я называю ее, потому что она была нечиста, чтобы ты узнал любовь жениха. Он пришел, взял меня, назначает мне приданное, говорит, я отдаю тебе мое богатство. Какое? Ты, говорит, потеряла рай. Получи его. Ты, говорит, потеряла красоту. Получи ее. Получи все это. Но только приданное это дано мне не здесь. Послушай, почему Он предвозвещает об этом приданном? Он назначил мне в приданное воскресенье тел и нетление. Не всегда за воскресеньем следует нетление. Это два отдельные явления. Многие воскресли и опять умерли. Например, Лазарь, тела святых. А здесь не так. Но Он обещает воскресенье, нетление, ликование с ангелами, встретение сына на облаках. И так всегда с Господом будем. Избавление от смерти, свобода от греха, уничтожение смерти. Каково это? Око не видела и ухо не слышала. И на сердце человеку не приходило. Что Бог приготовил любящим его? Ты даруешь мне благо, которых я не знаю. Да, говорит Он. Здесь я вступаю с тобой в союз. Здесь ты люби меня. Почему же ты здесь не даешь мне приданного? Это будет тогда, когда ты придешь к отцу моему. Когда войдешь в царские чертоги. Ведь теперь я пришел к тебе, а не ты ко мне. Я пришел не для того, чтобы ты оставалась здесь, но чтобы взять тебя и вознестись. Не ищи же приданного здесь. Все в надежде. Все в вере. Неужели здесь ты ничего не дашь мне? Прими залог, говорит Он, чтобы верить мне касательно будущего. Прими задаток. Прими обручальные дары. Поэтому и Павел говорит, я обручил вас. Бог даровал нам настоящее благо, именно как обручальные дары. Настоящее есть обручальный дар, залог. А все приданное находится там. Каким образом? Сейчас объясню. Здесь я старею, а там не старею. Здесь умираю, а там не умираю. Здесь скорблю, а там не скорблю. Здесь бедность, и болезнь, и козни, а там ничего подобного. Здесь тьма и свет, а там один только свет. Здесь притеснение, а там свобода. Здесь болезнь, а там здравие. Здесь жизнь, имеющая конец, а там жизнь, не имеющая конца. Здесь грех, а там правда. Греха же никакого. Здесь зависть, а там ничего подобного. Дай мне, скажешь ты это, подожди, чтобы и сослужители твои спаслись, подожди. Ибо Он дал нам залог. Какой залог? Духа Святого, дар духовный. Я говорю о Духе. Он дал апостолам печать, сказав, примите и дайте всем. Разве разделяется эта печать? Раздается и не разделяется. Раздается и не уничтожается. Таков духовный дар. Получил Духа Святого Петр, получил и Павел. Обошел вселенную, избавлял грешников от грехов, исцелял хромых, одевал ноги их, воскрешал мертвых, очищал прокаженных, заграждал уста дьяволу, изгонял бесов. Беседовал с Богом, насадил церковь, разрушил капище, не спроверг жертвенники, истреблял пороки, насаждал добродетель, делал людей ангелами. 423. Все это сделалось с нами. Залог наполнил всю вселенную. Когда я говорю всю вселенную, то разумею всю землю, которая озаряет солнце, море, острова, горы, долины и холмы. Как птица облетел ее Павел, побеждая одними только устами. Делатель палаток, он работал резцом и выделывал кожи. И однако это ремесло не послужило ему препятствием в добродетели. Делатель палаток оказался сильнее бесов, не красноречивый, мудрее философов. Почему? Он получил залог, имел печать и носил ее с собою. Все видели, что царь принял на себя наше естество. Видел бес и отступал. Видел он этот залог и трепетал, и удалялся. Взирая даже на одежду апостольски, он обращался в бегство. О, сила духа! Не только душу и телу он давал такую власть, но и одежде, и не одежде только, но и тени. Проходил Петр, и тень его прогоняла болезни, отгоняла бесов, воскрешала мертвых. Обходил вселенную Павел, истреблял тернии нечестия и бросал семена благочестия, как превосходный земледелец, употребляя плуг учения. И к кому ходил он? К фракийцам, скифам, индийцам, маврам, сардийцам, готам, к диким существам. И обращал всех. Каким образом? Силою залога. Откуда получал достаточные средства? От благодати духа. Он был простой, ногой, босой. Но ему Бог дал обручение духа, залог. Поэтому он и говорит, кто способен к сему. Но способность наша от Бога. Он дал нам способность быть служителями Нового Завета. Не буквы, но духа. 2 Коринфян 2, 16, 3, 5. Смотри, что сделал дух. Он нашел землю, наполненную бесами, и сделал ее небом. Не настоящее, представляете, но обратитесь с мыслью к тогдашнему. Тогда был плач. Тогда везде были жертвенники. Везде дым, смрад. Везде прелюбодеяние, идолослужение, жертвы. Везде торжествующие бесы, твердыни дьявола. Везде венчаемое блудодеяние. А Павел был один. Как он не был потоплен. Как не был растерзан. Как открывал уста. Он пришел в Ифаиду и пленил ее жителей. Вошел в царские чертоги. И царя сделал учеником. Вошел в судилище. И судья говорит ему. Ты немного не сделала меня христианином. Почти убедил. Судья сделался учеником. Вошел в темницу. И обратил темничного стража. Прибыл на остров варваров. Ифину сделал учительницей. Пришел к народу римскому. И склонил на свою сторону сенат. Он ходил по рекам. Ходил по пустынным местам всей вселенной. Ни земля, ни море не остались чуждыми деяний его. Господь дал ему обручение печати. Дал залог и сказал. Это я даю тебе теперь. А прочее обещаю. Потому и говорит пророк. Предстала царица Одесну и тебя в афирском золоте. Не об одежде говорит он. Но о добродетели. Также в другом месте писания говорит. Как ты вошел сюда. Не имея брачной одежды. Не об одежде конечно говорит. Но о прелюбодеянии. О гнусной и нечистой деятельности. Как нечистая одежда означает грех. Так золотые добродетель. Но это одежда царская. Сам он дал ей и одежду. Ведь она была нога. Нога и безобразна. Стала царица Одесну и тебя. В одежде из афирского золота. Не об одежде говорит он. Но о добродетели. Не сказал в золоте. Заметь. Самое выражение это заключает в тебе весьма высокий смысл. Не сказал пророк. В золоте. Но в одежде. Из афирского золота. Слушай со вниманием. Золотая одежда бывает вся золотая. А позлощенная бывает частью из золота. А частью из шелка. Почему же он сказал, что невеста носит одежду не золотую, а позлощенную. Вникнет тщательно. Он разумеет здесь церковную жизнь. А она разнообразна. Не всем одинаковы по жизни, но один подвязается в девстве, другой во вдовстве, иной в другом виде благочестия. Одежда церкви есть жизнь церкви. 425. Так как Господь наш знал, что если бы Он указал один путь, то многие были бы нерадивыми, то Он и указал разные пути. Ты не можешь идти путем девства. Иди путем единобрачия. Не можешь через единобрачия. Иди, по крайней мере, через второй брак. Не можешь идти путем целомудрия. Иди путем милосердия. Не можешь идти путем милосердия. Иди путем поста. Не можешь тем. Иди этим. Не можешь этим. Иди тем. Поэтому пророк и показал не золотую, а позлощенную одежду. Она вместе и шелковая, и пурпуровая, и золотая. Ты не можешь быть золотым. Будь шелковым. Я принимаю тебя только бы в одежде. В этом смысле и Павел говорит. Строит ли кто на всем основании золото, серебра и драгоценных камней? Ты не можешь драгоценным камнем быть. Будь золотом. Не можешь быть золотом. Будь серебром. Только бы на основании. И еще в другом месте. Иная слава солнца, иная слава луны. И звезда от звезды разница в славе. Ты не можешь быть солнцем. Будь луною. Не можешь быть луною. Будь звездою. Не можешь быть великою звездою. Будь по крайней мере малой. Только бы на небе. Не можешь быть девственницей. Живи в браке с воздержанием. Только бы в церкви. Не можешь быть нестяжательным. Будь милосерд. Только бы в церкви. Только бы в одежде. Только бы под руководством царицы. Одежда позлощенная. Различная одежда. Я не закрываю тебе пути. По обилию добродетелей сделалось удобным домостроительство царя. В ризах позлощенных стоит царица одеснует тебя. Разнообразная одежда ее. Если хочешь, вникни в глубину сказанного изречения. Посмотри на позлощенную одежду. Здесь одни монашествующие. Другие живут в честном браке. Немного отставай от тех. Иные единобрачные. Другие в цветущем вдовстве. Для чего рай? Для чего он разнообразен? Он имел различные цветы, деревья и много драгоценностей. Много звезд. А солнце одно. Много родов жизни. А рай один. Много храмов. А рай один. Много храмов. А мать одна. Один тело. Другой глаза. Иной перст. Но все одно. И малое, и великое, и меньшее одно. Так дева нуждается в замужней жене. Она произошла от брака и не может, следовательно, презирать брак. И дева же корень брака. Все соединенные малое с великим, а великое с малым. Стала царица одеснует тебя в одежде, позлощенном в афирском золоте. Наконец, слушай, червь. У строитель брака говорит, ты идешь к жениху, который превосходит тебя по существу, превосходит тебя по природе. Я у строитель брака. Слушай, червь. И она тотчас сделалась женою. Да. Но, конечно, здесь нет ничего чувственного. Он сочетался с ней, как с женою, любит ее, как дочь, заботится, как о рабыне, хранит, как деву, ограждает, как рай, лелеет, как свое тело, промышляет о ней, как глава, произращает, как корень, спасет, как пастырь. Сочетовая такая жених, прощает, как умилостерительная жертва, заколается, как овца, хранит ее в красоту, как жених, печется о ней, как муж. Здесь много мыслей, чтобы мы воспользовались хотя малой частью этого домостроительства. Слушай, дочь, и смотри. Обрати внимание на дела брачные и духовные. Слушай, червь. Прежде она была червью бесов. Черви земли. Недостойной земли. А теперь стала червью царя. Этого хотел любящий ее. Кто любит, тот не разбирает внешнего вида. Любовь не смотрит на безобразие. Потому она и называется любовью. Эрос. Что часто любит и безобразное. Так поступил и Христос. Он увидел безобразную, потому что ее нельзя было назвать благообразную. И возлюбил ее. И сделал ее новую, не имеющей скверны или порока. О, жених, обращающий в красоту безобразие невесты. Слушай, червь, и смотри. Употребляет два выражения. Слушай, и смотри. Оба зависят от тебя. Одно от глаз, а другое от слуха. Так как приданное заключалось в слухе. Если некоторые глубже проникают, то пусть подождут слабейших. Я хвалю и вас, преуспевших, прощая тех, которые идут сзади. Так как приданное заключалось в слухе. Что значит слухи? В вере, потому что вера от слышания. А не в обладании. Не на самом опыте. То я и говорил, что Бог разделил приданное ее на две части. Одно даровал ей вместо залога. А другое обещал ей в будущем. Что же он даровал ей? Даровал ей прощение грехов. Помилование от наказания. Оправдание, освящение, искупление. Тело Господне, трапезу божественную, духовную. Воскрешение мертвых. Все это имели апостолы. Таким образом, одно он дал, а другое обещал. И одно было на опыте и в обладании, а другое в надежде и вере. Послушай еще. Что он даровал? Крещение, жертву. Это на опыте. А посмотри, что он обещал. Воскресение, нетление тел, единение с ангелами, ликование с архангелами. Жизнь вместе с ним, жизнь нетленную. Благо, которых ока не видела, уха не слышала. И на сердце человеку не приходило, что приготовил Бог, любящим его. 1 Коринфянам 2.9.4.27. Вы понимаете сказанное? Не забывайте же этого. Я о том и стараюсь, чтобы вы понимали. Приданное этой невесты разделено на две части. На настоящее и будущее. На видимое и слышимое. На даруемое и ожидаемое верою. На испытываемое и предвкушаемое. На благо настоящей жизни и благо по воскресенье. Одно ты видишь, а о другом слышишь. Итак, смотри же, что он говорит ей, дабы она не думала, что получила только это. Хотя и это было великое, невыразимо и выше всякого представления. Слушай, черь, и смотри. О том послушай, а на это посмотри. Чтоб не говорить, опять в надежде, опять в вере, опять в будущем. И смотри, одно я даю, а другое обещаю. То в надежде, а это получив залог. Это примит задаток. Это возьми вручательство. Я обещаю тебе царство. Веруй на основании настоящего. Верь мне. Ты обещаешь мне царство? Да, я даровал тебе больше. Владыку царству, который сына своего не пощадил за нас, но предал его. Как же с ним не дарует нам и всего? Римлянам 8.32. Даруешь воскресенье тел? Да, я даровал тебе больше. Что? Избавление от грехов. Почему же больше? Потому что грех родил смерть. Я умертвил этого отца. Неужели не умертвил дочь? Я высушил корень. Неужели не истреблю плода? Слушай, червь и смотри. Что мне видеть? Мертвых воскрешаемыми, прокаженных очищаемыми, море укращаемое, расслабленного укрепляемого, рай отверзаемый, хлебы умножаемые, грехи отпускаемые, хромого скачущим, разбойника, делающегося жителем рая, мыторя, делающегося евангелистом, блудницу, делающуюся почтеннее девы. Слушай и смотри. О том послушай, а на это посмотри. В настоящем ты можешь удостовериться на деле, а в будущем я дал тебе залог. Оно еще лучше. Что же скажешь ты? Все это мое. Слушай, червь и смотри. Это приданное от Бога. Что же приносит невеста? Посмотрим. И ты должна принести. Что же принесешь ты, чтобы не остаться тебе без приданного? А что я могу принести, говорит она, от жертвенников, от дыма, от бесов? Что я могу принести? Что? Расположенность и веру. Слушай, червь и смотри. Каких же дел ты желаешь от меня? И забудь людей твоих. Каких людей? Бесов, идолов, дым, смрад, кровь. И смотри, и забудь людей твоих и дом отца твоего. Оставь отца и иди ко мне. Я оставил отца и пришел к тебе. Неужели ты не оставишь своего отца? Впрочем, под этим выражением я оставил в сказанном о сыне, не разумея разлучения. Я снизошел, говорит он, по домостроительству принял плоть. Как же нихуя невесте, нам нужно оставить родителей, чтобы сочетаться друг с другом. Слушай, червь и смотри. И забудь народ твой и дом отца твоего. А что ты дашь мне, если я забуду? И возжелай, царь, доброты твоей. Господь даст тебе свою любовь, а с ней вместе ты приобретешь и все то, что принадлежит ему. Если только вы можете понять сказанное, эта мысль тонкая. И я хочу обуздать язык иудеев. Впрочем, усилььте ваше внимание. Слушает ли кто или не слушает, я возделываю землю, я работаю слугом. Слушай, червь и смотри. Иудеи, разумеют, здесь красоту чувственную, не духовную, а телесную. Обрати внимание. Мы исследуем, что такое красота телесная, и что духовная. Есть душа, есть тело, две сущности. Есть красота телесная, есть красота душевная. Что такое красота телесная? Густые брови, веселый взгляд, румяные щеки, розовые губы, высокая шея, волнистые волосы, длинные пальцы, стройный рост, цветущая белизна. Эта телесная красота бывает от природы или от воли. Известно, что от природы. Послушай мнений философов. Эта красота, красота лица, глаз, волос, пчела бывает от природы или от воли. Очевидно от природы. Безобразная хотя бы употребляла бесчисленное множество украшений. Не может сделать себя красивой по телу, потому что природные свойства постоянны, определенны, неизменны. Красивая всегда остается красивой, хотя бы и не употребляла никакого украшения. А безобразная не может сделать себя красивою. Равно как красивая безобразную. Почему? Потому что это свойство от природы. Видишь ли телесную красоту? Обратимся внутрь души. Пред ней тело, раба пред госпожою. Обратимся же к душе. Посмотри на эту красоту или лучше послушай о ней, потому что ты не можешь видеть ее. Она невидима. Послушай же об этой красоте. Итак, что такое красота душевная? Целомудрие, скромность, милосердие, любовь, дружелюбие, доброжелательство, повиновение Богу, исполнение закона, правда, сокрушение сердца. Это красота души. Они не от природы, а от воли. Не имеющий их может приобреть, а имеющий, если будет не родив, теряет их. Как о теле я говорил, что безобразная не может сделать себя красивою? Так о душе скажу противное. Безобразная душа может сделать себя благообразной. Что было безобразнее души Павла, когда он был богохульником и гонителем? И что прекраснее его, когда он говорил, подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил? Что безобразнее души разбойника, и что благообразнее его, когда он услышал, истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю? Что безобразнее мытаря, когда он похищал, и что благороднее его, когда он произнес свое суждение? Видишь, что красоту тела мы не можем изменить, так как она не от воли, а от природы, а благообразие души приобретается у нас волею. Отсюда мы и получаем определение предмета. Какое? То, что душевная красота происходит от повиновения Богу. Если даже безобразная душа будет повиноваться Богу, она изгладит свое безобразие и сделается благообразным. Саул, Саул, что ты гонишь меня? И сказал он, кто ты, Господи? Я есть Иисус. Саул повиновался, и повиновение сделало безобразной душу благообразную. Мытарю Господь сказал, иди вслед за мною. Мытарь встал и сделался апостолом. Безобразная душа его сделалась благообразной. Отчего? От повиновения. Так и рыбакам Господь сказал, идите за мной и сделаю вас ловцами человеков. И от повиновения души их сделали благообразными. Посмотрим же, о какой красоте говорил он здесь. Слушай, тщерь и смотри, и забудь народ твой дом отца твоего, и возжелай царь красоты твоей. Какой вас желает красоты? Душевной. В чем эта красота? В том, что она забыла. Слушай, говорит он, и забудь. Это зависит от воли. Слушай, сказал он, безобразная слушает, и телесное безобразие ее не уничтожается. А скажи грешнику, слушай, если он выслушает, то посмотри, какое будет благообразие. Поэтому, так как безобразие невесты было не естественное, а произвольное, вследствие того, что она некогда не послушала Бога и приступила заповедь, то он и врачует ее сообразно с этим. Она была безобразна не от природы, а от воли. И благообразной сделалась через повиновение. Слушай, черь и смотри. А чтобы ты знал, что он говорит ни о чем-либо чувственном, и слыша о красоте, не разумел, ни глаз, ни носа, ни уст, ни шеи, но благочестие, веру, любовь, вообще внутреннее, он прибавил. Вся слава щели царевой внутри ее. Салом 44, 14. За все это возблагодарим Бога, подателя. Ему одному подобает слава, честь, держава во веки веков. Аминь.